Сенежская научно-производственная лаборатория защиты древесины расположена в лесу, недалеко от платформы Сенеж. Когда-то все эти корпуса функционировали, здесь работали десятки людей. Они проводили опыты и искали способы защиты древесины от неблагоприятных атмосферных факторов и микроорганизмов. На базе лаборатории даже планировалось готовить молодых специалистов. Основным видом деятельности ее была научно-исследовательская работа в области создания защитных средств, их испытания, всесторонние проверки, потому что приходили на практику уже с достаточно проверенными защитными средствами. В лаборатории существовала большая библиотека, работало 4 переводчика, потому что сюда часто приезжали ученые из разных стран. Результаты своих исследований местные специалисты публиковали в научных журналах, в том числе и зарубежных. Участвовали в международных выставках. За время существования лаборатории ее сотрудниками были сделаны важные научные открытия. Это чистые культуры грибов. Видите, вот они. Вот они уже пошли. Это инокуляты, которые забрасываются, вот они уже пошли в древесину. На памятниках нами было выделено 3 культуры грибов, зарегистрированные в Академии наук новых, которые развиваются именно на северах, в Карелии. 90-е годы прошлого столетия ударили по многим российским научным центрам. Лаборатория защиты древесины не стала исключением. На протяжении 10 с лишним лет здесь ухудшалась оснащенность, снижалась численность персонала. Вначале мы сокращали людей, потом люди уходили сами. На этой зарплате остались только энтузиасты. Сегодня многолетнюю работу продолжают лишь 9 человек. Из них научных сотрудников трое, а вся лаборатория умещается теперь в одном здании. В условиях рынка учреждению приходится выживать. Поэтому, помимо исследовательской работы, здесь налажено небольшое производство защитных средств древесины на продажу. Частники много обращаются. Частники, жители простых дач, бедные люди. Очень иногда многие приходят, приезжают на электричках. Мы даже часто наливаем просто так, если у нас от исследований остаются препараты. И мы отдаем даже просто так. Кроме этого, лаборатория предоставляет коммерческие услуги. Сюда обращаются различные предприятия за консультацией или сертифицированием. В данный момент отраслевое руководство планирует придать лаборатории статус акционерного общества со стопроцентной федеральной собственностью. Таким образом, учреждение получит возможность развивать хозяйственную деятельность и будет иметь государственный научный заказ. Его, кстати, в будущем году планируют увеличить. Все это дает сотрудникам лаборатории надежду на будущее. Продолжение следует...